Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Я продолжаю уроки фотошопа. Сегодня данное видео будет посвящено панели инструментов данной программы. Вот она находится слева у нас в данной программе. Коротко пробегусь о каждом инструменте. Расскажу для того, чтобы вы понимали их назначение и в каких случаях их можно будет применять. Значит так, начнем. Во-первых, панель инструментов можно перемещать, кому куда удобно. Ну, я думаю, что удобнее всего слева. Также ее можно в два столбика разместить, можно разместить в один столбик. Вот так. Я буду вот так продолжать. Значит так, приступим. Первый. Вот инструмент перемещения. Здесь можно перемещать с помощью данного инструмента в пространстве слои. То есть двигать их можно. Дальше. Он здесь один. Дальше идет три инструмента, которые называются инструменты выделения. Вот первый. Здесь их несколько скрыто инструментов. Прямоугольная область, овальная область. Инструмент область. Горизонтальная строка. Размером один пиксель. То есть горизонтальная и вертикальная строка. Дальше. Инструмент лассо. Магнитное лассо. И прямолинейное лассо. Так же. Есть инструменты быстрое выделение и инструмент волшебная палочка. Ну, скажу. На практике инструмент волшебная палочка применяется значительно чаще, чем инструмент быстрое выделение. Следующий инструмент. Инструмент обрезки. Он нужен для кадрирования ваших изображений. Инструмент рамка. Инструмент кадрирования перспективы. Раскройка и выделение фрагмента. Инструмент раскройка. Он полезен для веб-дизайна. Так. Следующий инструмент называется пипетка. Он нужен для взятия, для подбора образца цвета. То есть, нужно вам какой-то образец цвета подобрать для изображения. С помощью этой пипеткой вы надбираете, ну, как бы это выразится, образец цвета. Есть разные инструменты. Пипетка. Вот инструмент пипетка. Пипетка 3D материал. Цветовой эталон. Линейка. Комментарий. И счетчик. Следующие инструменты. Инструменты рисования. Их у нас 8 штук. Вот они размещены таким блоком. Значит, один из основных инструментов это кисть. То есть, инструмент кисть, карандаш, есть замена цвета и микс кисть. Следующий по важности инструмент это штамп. Вот инструмент штамп и узорный штамп. Следующий инструмент. Вот инструмент. Вот он. Это инструмент, который позволяет самим анализировать цвета и подгоняет края, чтобы ретушь была не видна. Ну, после того, как вы сделали, заретушировали какое-то изображение, они это подгоняют. Ну, на практике, в своих будущих занятиях мы все это рассмотрим. Просто если сейчас все показывать, каждый инструмент на практике что делает, это видео просто на час растянется и никто его не досмотрит до конца. Вот, поэтому я считаю, что нужно вкратце рассмотреть все инструменты для того, чтобы начинающий пользователь фотошопа имел понятие, с чем он в дальнейшем будет работать. Вот есть еще следующий инструмент. Инструмент архивная кисть и инструмент архивная художественная кисть. Дальше. Инструмент ластик. Ну, это как бы, типа стирачки инструмент ластик. Фоновый ластик и волшебный ластик. Также есть инструмент градиент, инструмент заливка, инструмент выбор 3D материала. Следующие вот эти два инструмента, я как бы их назвал, ну, винтажные инструменты. То есть, они могут придать размытости, резкости данному нашему изображению. Ну, инструмент палец. Если вам что-то нужно подправить где-то в вашем изображении, применяется данный инструмент. Следующий инструмент, это осветлитель, затемнитель и губка. Следующие инструменты, блок инструментов, это векторные инструменты. Инструмент перо, свободное перо, перо, кривизны и так далее. Может, кто сталкивался с такой программой, как Corel. Этот инструмент чем-то похож на данную программу. Здесь можно рисовать векторные изображения. То есть, разные линии, но не только прямые, а изогнутые. Дальше. Текст. Инструмент горизонтальный текст, вертикальный текст, вертикальный текст, маска, горизонтальный текст, маска. Текст это тоже как бы векторное изображение. Поэтому он может быть как горизонтально, вертикально размещен, не теряя своего изначального как бы изображения. Следующие два инструмента, тоже векторные. Это инструмент выделения контура и выделения узла. Если вам нужно выделить какой-то контур или определенный узол, можно применить данный инструмент. Также есть инструмент прямоугольник. Прямоугольник с скругленными углами, эллипс, многоугольник, линия, произвольная фигура. Это все векторные инструменты. Есть следующий блок инструментов. Это инструменты навигации. Вот такая вот рука, инструмент рука. Это если у вас большое изображение и вам нужно передвигаться по данному, по экрану, да, его можно данной рукой двигать вниз, вверх, влево, вправо. Ну, лупа это как бы само за себя говорит, это увеличивает и уменьшает наше изображение. Вот, данные три кнопки позволяют редактировать панель инструментов. Вот, нажимаем. Здесь вы можете поменять горячие клавиши, которые вам удобны. Или размещение вообще данных инструментов. Ну, я считаю, что это не совсем нужно. И еще хочу добавить, что данная функция появилась уже в более новых версиях. Поэтому, ну, не считаю нужным здесь заострять свое внимание. Кто захочет что-то поменять, то вот, пожалуйста, поле действия здесь широко. Можете менять, что кому удобно. Потом сохранить это все и нажать кнопочку готово. Ну, я нажму отмена. Дальше. Во многих программах есть разные цвета. Есть основной цвет и фоновый цвет. Это, их можно, данные цвета, вот, например, менять. Да? Основной цвет сделать белым, фоновый цвет сделать черным. Ну, при нажатии на данную кнопочку, вот, появляется палитра цветов. Вы можете выбрать любой другой цвет, который здесь представлен. Также можно в библиотеку цветов зайти. И здесь тоже множество различных цветов подобрать, которые вам нужен для работы. Еще можно поработать также, вот, с числовыми значениями. HSB, RGB, LAB и CMYK. Также можно, вот, для веб-дизайна тоже ввести код вашего цвета. Данная стрелочка, вот, позволяет менять между собой цвета. Данная кнопка цвет переднего и заднего плана по умолчанию. То есть, например, вы сделали, вот, цвет, фоновый цвет черный, а основной цвет белый. Она сделает по умолчанию, как это было, эта кнопочка. Вот. Дальше. Режим быстрой маски, это чуть позже. Так, и смена режима экранного отображения. Нажимаем левой кнопочкой. А, кто забыл, я рассказывал в предыдущих своих занятиях, как можно вызывать вот данные инструменты. Можно нажатием и придерживанием левой кнопки. Можно нажать правую кнопку просто. Так, вот. Смена режима экранного отображения. Сейчас стандартные окна. Во весь экран с главным меню. Вот, будет выглядеть вот так. И можно во весь экран. Во весь экран. Здесь все панели инструментов скрыты, только наше изображение. Ну, чтобы вернуться в предыдущий режим, нажимаем клавишу Tab. И мы возвращаемся в предыдущий режим. Все, друзья. Вот, что я хотел рассказать в данном уроке. Дальше будем двигаться и изучать все глубже и глубже и более подробнее данную программу. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, для того, чтобы приходили уведомления о новых видео. Дальше будет много интересных видео. Да, я понимаю, сейчас это как бы теория, скучновато. Но дальше будут практические уже примеры и будут более, так сказать, насыщенные уроки. Все. Спасибо за внимание. До свидания.